Добрый день, уважаемые гости! Мы приветствуем вас в концертном сале детской школы искусств номер один. Сегодня у нас в салях учащиеся школы номер 24. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Сегодняшний концерт это концерт классической музыки. Здесь есть определенные правила поведения во время концерта. Давайте вместе с вами выключим все сотовые телефоны, потому что они срабатывают в самый неподходящий момент. Пожалуйста! А вы уже все отключили, да? Турницы какие-то. Итак, сегодня перед вами выступит выпускник нашей школы и уже преподаватель Ириченко Александр Витальевич. Концерт ведет музыковерка Славдородская Людмила Юрьевна. Привет! Сегодняшний концерт составлен из произведений двух замечательных композиторов. Это Фредерик Шопен и Сергей Васильевич Рахманин. Фредерик Шопен – великий польский композитор первой половины 19 века. Самый известный поляк в мире музыки. Действительно, ни до него, ни после не появлялась больше музыкального гения такого уровня. Фредерик Шопен сосредоточил свое творчество исключительно на фортепианах. В его наследии мы не найдем произведений крупных жанров, таких как симфонии, оперы, балеты. Исключительно фортепианная музыка. Но зато фортепианная музыка представлена у него во всем многообразии. Это сонаты, это палаты, вальсы, мазурки, экспронты, многое из которого вы услышите сегодня в концерте. Его музыкальная карьера была очень стремительной. В 7 лет он уже был достаточно известным композитором в Варшаве. И не только композитором, его произведения даже играли духовые оркестры, некоторые из его маршей. И даже печатали. В 12 лет его называли «Варшавским чудом». А в 14 лет, когда он закончил лицей, музыкальный лицей, композитор Эрснер, его педагог, кстати, лучший педагог в Варшаве, написал его характеристики. Поразительные способности. Музыкальный гений. Вот с такой характеристикой Шопен едет в Вену. Ему 20 лет, он молод, амбициозен. И у него достаточно большое количество собственных произведений, которые он показывает венской публике. Надо сказать, что Вена, столица Австрии, равно как и Париж, столица Франции, были тогда не просто столицами этих государств, они были столицами, музыкальными столицами Европы. Вене его принимают восторженно. Появляются отзывы о его выступлениях, о его удивительной манере игры, хрупкой, тонкой, чувственной. Появляется такая статья, которую пишет знаменитый, очень известный в то время, композитор Роберт Шуман, немецкий композитор, у которого была своя немецкая газета. Ноэмузыкалише Цайпл. Он пишет статью, восторженную статью, которая начинает такими словами. «Шапки долой, господа! Перед вами гений!» И вот это слово, это как бы его визитная карточка, гений, следовало за ним повсюду. В Париже был тот же успех. Его называют замечательным, удивительным, гениальным поляком, который знакомит парижскую уже публику со своими произведениями. Но, тем не менее, жизнь Шопена была очень яркой, но до обидного короткой. Он родился в 1810, а умер в 1849 году. Прожив всего 39 лет. Причем в 27 лет он почувствовал первые признаки болезни, которая сгубила его в 39 лет. Это легочное заболевание, туберкулез. Умер он в Париже на руках у своей сестры, которая специально приехала в Париж, в Афранцию из Польши, чтобы поддержать своего больного, умирающего брата. В последний год он практически ничего не говорил, потому что болезнь поразила верхние дыхательные пути, но горло в основном хрипел. Но все-таки он успел передать свое завещание сестре. Завещание было такое – похоронить его сердце на родине, в Польше. И сестра выполнила его просьбу. Тело Шопляра было похоронено во Франции, в Париже, на кладбище Пер-Ла-Шес, рядом с могилой его хорошего друга, итальянского композитора Геллини. А сердце, сосуд сердца, был перевезен в Польшу и замурован в одной из стен костела Святого Креста. Итак, мне не хочется на такой мрачной ноте заканчивать, говорить о Шопене, тем более, что сейчас будет звучать замечательная музыка. Многие музыковеды задаются вопросом, почему музыка Шопена до сих пор востребована, почему она не теряет своей привлекательности и с течением времени. Ну, если сравнить, например, Шопена с другими композиторами, которые тоже очень талантливы и блистали в 30-е и 40-е годы в Париже, в Вене, и которые сейчас являются талоном классической музыки, то многие из произведений тех композиторов остались лишь частично, дошли до нас частично. И многие произведения не исполняются сейчас. Ну, в этом маленький секрет. Например, из всего творческого наследия Роберта Шумана, немецкого композитора, мы знаем и слушаем, и звучим в основном его фортепианная музыка. Он писал еще симфонические произведения, которые практически не исполняются. А творчества Шопена, все произведения Шопена не только не теряются во времени, а они приобретают все новое и новое прочтение, интерпретацию. Может быть, загадка здесь в том, в удивительной душевности музыки Шопена, в удивительной хрупкости музыки Шопена и в удивительной, наверное, красоте музыки Шопена. Итак, сегодня мы услышим два произведения этого удивительного композитора. Первое произведение – «Ноктюр» по вес минор. Напомню, что «Ноктюр» переводится как «Ночная песня». Это жанр, очень модный в XIX веке, основателем которого был ирландец-музыкант Джон Фильм. И второе произведение – это «Этюд» до диас минор. Надо сказать, что «Этюд» – это произведение, это вообще-то даже не произведение концертное было до Шопена, а это было как бы упражнение для развития беглости пальцев. И Шопен – один из немногих композиторов, один из первых композиторов, кто поднял «Этюд» как жанр на концертный уровень и напомнил глубоким содержанием эти произведения. Это жанр. Итак, Шопен «Ноктюр» фа диас минор, Шопен «Этюд» до диас минор» исполняет Александр Кириченко. Шопен «Этюд» Шопен «Этюд» Шопен «Этюд» до диас минор» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Оба они самозабвенно любили свою родину. Шопен любил Польшу и воспевал ее в своих произведениях. Рахманинов любил Россию. Но Рахманинов любил ту Россию, которая была до 1917 года. И ту Россию, которую ненавидел Шопен. Потому что Польша была в составе Российской империи в 19 веке. И каждый поляк мечтал о независимости своей страны Польши. И тем не менее, много общего у этих двух великих людей. Оба они являются как бы поэтами фортепиана. Но Рахманинов не сосредоточился только на фортепианной музыке. В его творческом наследии очень много произведений других жанров. Это симфонические произведения, это опера, это хоровая музыка. И, конечно, огромное количество фортепианной музыки. Он сам был как бы в трех лицах. Это и пианист, замечательный пианист, композитор и дирижер. И закончил консерваторию по этим трех специальностям. Рахманинов прожил в два раза больше почти. Шопен 39 лет, Рахманинов 70 лет. Но оба они были скитальцами, оба они умерли на чужбине. Рахманинов после 1917 года выезжает из страны. Он чувствует себя ненужной в новой стране. Все переменилось с революционными событиями 1917 года. Я имею в виду Октябрьскую революцию. Все изменилось. Люди искусства попали в определенное положение, которое их не устраивало. Им не предоставляются концертные площадки. Гонение, притеснение, ненужность ощущает на себе Рахманинов. И он выезжает, пользуясь случаем, как раз поступает приглашение из Швеции о концертном турне. Он пользуется этим случаем и выезжает вместе со своей семьей в Швеции на гастроли. Наивно полагая, что когда-нибудь он все-таки вернется на свою родину. Этого не случилось. Он умер в Америке, похоронен недалеко от Нью-Йорка, где он жил со своей семьей. И, тем не менее, всю жизнь он, конечно, любил Россию и всю жизнь была в войне. И, кстати, когда в 1941 году в Советский Союз и во всю Европу пришла война, в Европу раньше, в 1941 году немец напал на нашу страну, Рахманинов очень тяжело переживал это событие, но пытался как-то помочь. Гражданская позиция его была такова, что даже и часть сборов от своих концертов он отсылал в фонд обороны Советского Союза. И даже есть такой факт, что на деньги эти был куплен военный самолет Советским Союзом. Сегодня в нашем концерте вы услышите произведение фортепианного жанра. Это «Прелюдии» и «Ютюб-картина». Значит, первым прозвучит «Прелюдия» «Соль-минор». Далее «Рахманинов» «Прелюдия» «Си-минор». И в заключении концерта вы услышите произведение несколько дневного жанра «Ютюб-картина» «Ре-мажор». Итак, три произведения Рахманиновых представляются на вашем внимании. Исполняет Александр Кириченко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Хорошо к ней шли и всего вам хорошего. Спасибо.